У нас вот такой кот Чижик живет в клинике Дарвин. Кот в домашних условиях получил травму позвоночника, прыгнул с высоты, котик толстенький и у него произошел отек спинного мозга. После этого его позвоночный столб наполнился кровью и там произошла гематома. В другой клинике его очень долго лечили, пытались там какие-то НПВС ему давать, уколы обезболивающие, но однако это не приносило никакого результата, только получилось так, что тянули время. И упустили важный момент, когда можно было прооперировать кота, возможно на позвоночнике, убрать гематому, то есть в первые трое суток и он бы пошел. И вот такая вот врачебная ветеринарная ошибка решила кататься по лапам. То есть нужно было сразу в этот же день, как только у него лапки парализовало, идти в клинику, делать МРТ и делать операцию на позвоночнике. То есть вот нам сказали врачи, что ортопеды, если бы в первые три дня прооперировали, то было бы, конечно, прогнозов намного лучше, поскольку уже в позвоночнике нарушилась иннервация, то вот лапки у нас не ходят. Вот он привык уже к такому своему положению. Он живет у нас в клинике Дарвин, мочу ему отводят катетером, катетером, сам он написал, то есть и массажем мочу отвести тоже нереально. Вот, сейчас он ко мне просится на ручки. Сейчас я его поснимаю и возьму на ручки. Вот, мы очень сильно просим помощи, поскольку забирать кота в приют такого нельзя, эфтонозировать тоже мы его не хотим, потому что это совершенно здоровый такой кот, просто он не ходит. Ну и оплачивать его лечение, содержание, точнее в клинике, для нас уходит дороговато. Поэтому, если хотите помочь котейке, чижику нашему, мы будем вам очень благодарны. Не знаю, насколько врачи разрешат ему быть в клинике. Ну, вообще, конечно, уже говорят забирать, но забирать нам его просто некуда. Да, котик мой, вот он на ручки просится. Сейчас я тебя возьму, малыш, сейчас возьму. Вот это нас чижик. Да, чижик, скажи. Так вот получилось, что вот я получил травму. Вот, и теперь мальчик не ходит к котеньку. Котик. Да, и такие вот у нас бывают, к сожалению, случаи, когда животные неоперабельны, ничего уже с ним не сделаешь. Вот. Котик очень ласковый, очень ручной. А, котенька мой, зайчик. Вот, наверное, он будет пожизненно существовать в клинике, жить пока клиника существует. Дай бог, что она у нас будет существовать долго. Чижик будет находиться здесь, потому что больше ему идти некуда. Или же мы ищем ему человека с ветеринарным образованием, который сможет ставить катетер и обеспечивать кота. Потому что сам он себя обслужить не может, к сожалению. Чижик, ты ко мне на ручки хочешь, что-то очень ласковый хочешь. Да ты мой хороший, сейчас я тебе возьму, сейчас. Ну, пойдем. Да, думаешь, вот он на ручки ко мне забрался. Котик и мурчит. Чижик, чижик мой. Вот он сидит на ручках. Вот у него лапочки. Он очень любит гладиться, котик. Котик мой. Зайчик мой. Угу. Угу. Ну, худышечка такой. Худышечка. Ну, вот он худенький даже такой его. Ну, ему и не надо поправляться, потому что ему тяжело носить свой вес. Вот это ты, мой малыш. Да, кто там? Кто там в газете? Чижечка мой. Чижик, чижечка. Такой-то он малыш у нас. На ручках сидит. Чижик мой. Что ты такой у нас кожа? Что, маманенькину? Чижечка. У нас как листик тоже не ходит. Но если у листика хотя бы лапки чуть-чуть, хотя бы он стоит, то чижик у нас вообще не стоит на лапках. Тихо. 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 Не упади. Не упади, не упади Да ты мой зайчик Вот наш дельфинчик Да, дельфинчик тут Дельфинчик у нас тоже живет в клинике У него почечная недостаточность хроническая И он постоянно капает Анализы он сдает, проверяет кровь Тоже старичок на доживании Вот у нас тут его бросили хозяева Потому что у него проблемы были с почками Он у нас уже год, наверное, в приюте живет Сейчас вот в клинику переехал Вот так они вместе с Чижиком тут и живут в клинике Вот Такие вот у нас два котика Дельфинчик тоже такой, чуть медленный котик Ну и Чижик такой дельфинчик Вот давай Телефончик уберу, чтобы не мешался Такие вот маленькие мальчики у нас Чижик, ты такой красивый котик Чижик мой Ты такой красивый, Чижик Вот Вот так они мои Малыши, малыши Тихо, тихо Ты на пол хочешь? Давай Давай, я тебя на пол сейчас спущу Давай, оп Вот, все, все Котик мой Вот он по линолеуму, так и по кафелю скользит Лапки не стирает Конечно, если пол более жесткий, вот будет лапки стирать Такой котик внимательный У вас куша такой Затенок мой Да, ты мой хороший Хочется сказать, поправляйся, но мы знаем, что он уже никогда не поправится Так он и будет у нас спинальником Неходячим Ему пеленочки нужно впитывать, еще очень много И оплата задержания в клинике Отведение мочи и так далее Вот все это стоит недешево И другого выхода у нас, к сожалению, нет Забрать его куда-то Определить на какую-то передержку с медуходом Тоже Это все стоит денег В клинике мы хотя бы уверены, что за ним точно будут ухаживать Точно у него не будет задержки мочи Мочу, скажем, не отведут вовремя Вот, в этом мы уверены Поэтому у нас остается только клиника Потому что клинике мы доверяем Вот, чижечка мой Чижечка просит помощи всех людей Для того, чтобы мы могли оплатить его содержание в клинике Опять на ручки тебе надо, да, котик мой? Ну, чижечка мой Сойчек мой Котик Да ты мой сладкий Ти язык Ух Ти язык Ух 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok